привет всем хомякам и хомячатам подписанным и зашедшим к нам на канал ездили мы за мотоциклом для нашего проекта но хомяк то живет в каждом из нас и вот я обратил внимание на данную коробочку иду на не купить ли мне вот и собрать бы за выходные такую модель ну вроде отзывы неплохие хорошая модель ночью вот приобрели la5 fn советской истребитель внутри он имеет у нас 110 деталей и 18 сантиметров он будет в длину после сборки 48 масштаб посмотрим на оборотную сторону на задней стороне у нас фотографии по собранной модели от производителя ну и непосредственно переходим непосредственно глянем на ту самую инструкцию в этот раз у нас упаковщик номер 10 нам скомплектовал это все вот уже стандартно как обычно у нас значит это справка предупреждение внимание там детали не есть клеем не дышать и в общем-то перелеснем страница с литниками и составом этого комплекта далее разворачиваем шаги как собрать моторчик движитель и непосредственно уже есть рама дана что интересно для этого набора двигатель детализация дана так что можно будет открыть капот ему и насладиться так сказать внутренностями аппарата готовом виде вот здесь уже конечные этапы сборки и как всегда варианты раскраски раз окраски у нас три и отличается по большому счету они только декалями бортовые номера награды и и так далее итак переходим к следующему изделию в данном наборе это у нас лист с декалью деколь не могу сказать насколько хорошего качества но на первый взгляд печать хорошие без смещений не много всего здесь есть но видимо достаточно и теперь перейдем непосредственно к обозрению пластика в этот раз у нас будет нестандартный обзор идея сделать обзор на данный данную модель появилась спонтанно не планировалось но вот решено было все таки сделать обзор так как в процессе сборки возникают вопросы что же у нас чего и почему буду постепенно вынимать и детали и расскажу отдельно о каждом собранном узле в этом обзоре итак начнем обозрение значит как я уже сказал вот решено было приобрести эту модель начал я ее собирать и возникает у меня некоторые вопросы и так сказать ну не то что вопросы а как-то вот сложилось мнение у меня такое то что ну не совсем модель хорошо почленена хотя в целом модель прекрасная вот здесь имеются сложности с некоторыми деталями вот здесь например толкатели клапанов они даны на такой круглой детали где все объединено то есть вот эти все толкатели объединены на кольце эта деталь на самом деле сделано не совсем правильно но это уже лирика скажем тогда что хотелось бы отметить чтобы толкатели приходили непосредственно под крышки клапанов то придется срезать немножко посадочный такой шплинт который торчит не шплинт а там такая выпуклый штырь какой не широкий у него одну сторону придется чуть подрезать плоскую чтобы вот эти толкатели совместились непосредственно с этими крышками где сами клапана стоят вот ну и плюс на рубашках охлаждения тоже на рубашках охлаждения хотелось бы отметить то что вот эта часть цилиндров она сделана из двух половинок то есть вот эти вот как бы вся вот эта ромашка она состоит из разделена на два и когда склеивать получается здесь шов это приходится обрабатывать не совсем это приятно потому что если делать модель с открытым капотом это будет все видно здесь нужно очень хорошо обработать вот насколько у меня это удачно получилось нужно посмотреть остальное уже проявится в процессе покраски то есть когда модель будет собрана все все это будет понятно и вторая часть двигателя то же самое вот эта ромашка из цилиндров состоит из двух половин то же самое опять же касаемо рубашки то что шов идет так как из двух половинок здесь выступает клей потом нужно это все обработать и привести к нужному виду далее здесь идут патрубки что за патрубки я честно говоря не знаю устройство двигателя я тоже не знаю поэтому как то вот пришлось собирать примерно так как я себе представлял хочется отметить что патрубки вот эти длинные в наборе которые объединяют видимо выхлоп в данном случае да они даны не совсем правильной формы и они не дотягиваются до того места где они должны примыкать головки на вот к этой поэтому их пришлось немножечко выпрямить в то же время и маленькие патрубки они имеют недостаточную скажем так длину от посадочного места на головке и вот здесь вот на этом объединяющим элементе я так понимаю что это какой-то там воздушный канал объединенный может быть впускной не знаю не совсем понятно тут наверно это все таки впуск вот что хотелось сказать непосредственно о двигателе и дальше переходим к ферме или раме на которой непосредственно закрепляются детали кабины курпита да и сюда же крепится двигатель таким вот образом в будущем очень тонкая конструкция и практически ее не будет все видно после соединения с деталями фюзеляжа выглядит это примерно вот так попробую вам показать но ажурность конечно нравится тем что она так все выполнена здесь совмещу сейчас эти все детали выглядит она вот так дана даны несколько шпангоутов которые в теории должны быть видны после соединения двух половинок через фонарь но видно и будет очень плохо что самое интересно здесь конечно если постараться можно сделать прозрачный порт у самолета то есть выпилить кусок и сделать его прозрачным либо вообще ну как срез такой да чтобы там показать вот выглядит она вот так такой так скажем под сборки так вот после под сборки вот так вот насухо да можно обратить внимание что в общем то и не так уж и хорошо будет видно то что там будет скрыто фонарем плюс окрашенным раскроем фонаря да переплетом но если здесь все-таки выпилить как-то не захочется показать там какие-то тяги тросы то можно выпилить борт и не сделать прозрачного конечно тогда все эти шпангоуты сыграют свою непосредственную роль большому счету их можно было здесь видео так далее у нас крыло за что хотелось бы отметить непосредственно сборки этого крыла крыло состоит у нас из четырех деталей это вот если вам будет видеть то разделение вот здесь вот такой шов своеобразная и тут мы возможно видно клей и здесь тоже это раз два три четыре и пятое это нижняя сама плоскость вот это вот эта деталь эта деталь от кабины приклеивается вот этот вот квадрат такой отдельной детали вот что не понравилось не понравилось то что как раз членение по вот этому месту после склейки придется его обрабатывать и это не совсем понравилось можно было в принципе вот эти вот консоли как бы сделать верхняя часть консоли сделать одной детали для чего потребовалось вот здесь делать членение не совсем понятно вот то есть в будущем придется это все обрабатывать то есть обрабатывать наждачкой здесь восстанавливать как-то расшивку приводить божеский вид но складывается надо отметить вполне себе нормально то есть впереди на вот здесь вот где соединяются верхние нижние части естественно образуется небольшой шов то есть его надо будет сгонять наждачкой и постараться так не потерять форму это округлости да вот предкрылки здесь клеится отдельной деталью то есть их можно сделать либо выдвинутом виде да вот в таком то есть я насколько понял здесь эти предкрылки выполняют своего рода роль таких спойлеров как бы да вот и не совсем понятно насколько здесь отклоняется или ровно верхнюю сторону вот вот можно сделать их выдвинутом положении либо закрытом но даны они отдельными деталями никакого здесь рельефа нету или внутренностей под ними поэтому я считаю что их лучше все-таки клеить вот так вот закрытом положении это не испортит внешнего вида можно с небольшим зазором это приклеить чтобы показать что это отдельные детали дальше у нас идут колеса шасси шасси у нас склеиваются из двух половин уже стандартно шасси довольно таки шасси имеют колеса шасси имею довольно таки неплохой рельеф проработанный но тут и колесный диск с отверстиями сквозными с внешней стороны так и с внутренней стороны диск имеет отверстия покрышка вполне себе нормальную после склейки я это обработал ножом в общем то вот так значит костыль то есть костыль задняя стойка шасси собирается из 3 из 3 шпангоут стойка колесо и кусочек вот этой вилки приклеивается отдельно отлита это все нормально шов там небольшой без смещения смещение на этой модели я пока не увидел это элемент уже непосредственно кабинета здесь у нас ручка управления и педали педали то что у нас отвечает за рут педали в общем то детализация здесь хорошая вполне себе пойдет дальше дальше вот такие стойки шасси основные здесь имеется небольшой шов от пресс-форм все убирается кто-то возможно убирает срезает этот шток и переделывает на металлические какие-то прутки чтобы они и выглядели как металл и были ровные то есть если мы будем здесь чищать шов то возможно вот эта округлость она собьется и будет выглядеть не совсем хорошо так что у нас дальше дальше у нас идут пушки пулеметы отлиты они довольно таки неплохо пушки две крепятся они на раму параллельно друг другу собирается один пулемет из трех деталей то есть сам пулемет и кронштейн под него в дальнейшем устанавливается на раму с обоих сторон выглядит вот так вот такой вид это имеет и если здесь представить двигатель перебил вот так вот ну а далее передний обтекатель носовая часть возможно что она отлита не совсем качественно имеет она вот здесь вот утяжины если видно это да то есть такие провалы вот ну мне кажется это можно списать на то что здесь зашиты металлом то есть листовой жестью да вот проклепана и такие своеобразные утяжины образовались как в реально таким в реальном виде это может быть то есть такое слегка мятый металл нажимали там трогали зачем-то проявились такие вещи в целом деталь ровная без перекосов без смещения вот так вот отдельно я храню небольшие куски рамок но в данном случае здесь рамка это было целое здесь представлены выхлопные патрубки и накладка прочная наверное наверное для которая как раз ставится под эти патрубки с внутренней стороны фюляжа вот здесь вот так это должно выглядеть здесь у нас патрубки в общем ничего никакого не имея как бы особенно особенность единственное заключается в том что в этих патрубках выхлопных должны быть отверстия здесь их нет патрубок довольно таки тонкий и насколько возможно сделать выбрать отсюда пластик пока не совсем понятно вот и на некоторых патрубках это плоскости где должно быть отверстие приходит как раз таки к приливу это конечно не критично можно аккуратно будет все это срезать установить на место но прежде надо подумать о том как здесь их сделать пустыми чтобы показать что это трубки так дальше у нас идет приборная панель приборная панель у меня осталась вот на остатках рамки специально скусываю и большие части выбрасываю чтобы они не мешались под руками вот маленькие детали удобно как раз держать чтобы их не потерять на небольших фрагментах рамки литника приборная панель насколько она достоверно сказать не могу не вникал в матчасть стоит она из двух деталей это основная часть и вот это вот вторая ставится это все внутрь рамы как она устанавливается я пока еще к этому не подходил не смотрел поэтому они не срезаны на сухую не примерил но рельеф на приборах есть то есть здесь небольшие такие намеченные кружочки где должны быть по сути приборы 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 даже декали не даны их придется просто накрашивать дальше у нас передняя часть капота выполнена она довольно таки хорошо но опять же к вопросу о открытом двигателе возникает вопрос для чего нужно было так членить нужно было сделать эти детали отдельно почему потому что вот эти половины здесь у нас идет усиление посередине с петлями а вот эти панели должны быть поднимаемыми разработчик модели разработчик модели дает только вот эти части капота отдельными деталями опять же вот эта деталь это должно быть две детали потому что это верхняя половина капота и нижняя половина капота но и опять же вот эта вот половина и вот эта половина и они должны быть отдельно а вот эта часть должна стоять на месте здесь вот есть как бы наметка для этого но выполнить разделение этих деталей вряд ли получится поэтому здесь немножко как-то вот странновато либо оставлять закрытом состоянии либо оставлять это как предлагает производить ну дальше время покажет когда дойдет до этого это у нас кокер кок и пропеллер собирается это передняя часть из трех деталей то есть собирается это все на двигателе сначала одевается вентилятор и охлаждение охлаждение у этого самолета воздушного тип не сверху ставится кок выглядит это вот так или довольно таки ажурно единственное что тем кто будет собирать это все могу посоветовать не полениться и постараться сделать хотя бы проводку вот свечей свечи должны находиться непосредственно в головках здесь вот посередине должна быть свеча фотографии в интернете есть как это выглядит и куда-то вот на этой части не знаю как она правильно называется здесь должен быть распределитель зажигания к которому собственно говоря отголовок и подходят провода свечные фотографии этого двигателя в интернете есть так далее у нас идут плоскости рулевые и элементы оперения да элементы оперения что у нас из себя представляет все это это у нас руль направлении непосредственно данной деталью отлит он без смещений естественно я конечно же здесь обработал швы но сути это не меняет деталь выполнено хорошо единственное что здесь я срезал был такой как бы более округлая была деталь вот здесь это элемент бано все срезано и будет делаться стеклянная вот это вот он непосредственно сами элероны и к разговору о том как они должны работать скажем так у прототипа до настоящего самолета я не совсем понимаю потому что ходу вы этих элерон бой по идее просто нет вот наоборот и вверх такой элерон по сути не поднимется либо это сделать так разработчик когда отдала такие детали либо это так у настоящего самолета самолета мне кажется это производитель просто решил так сделать значит здесь у нас консоли оперения данные вот таким образом то есть сами рули отдельные детали и сама консоль выполнена опять же она хорошо стыкуемость с непосредственно фюзеляжем на мой взгляд идеальная там практически нет зазора очень плотно все это садится если аккуратно склеить и не выдавится клей будет выглядеть просто супер далее рассмотрим створки шасси не шасси с внешней стороны они имеют имитацию заклепки с внутренней стороны есть ребра усиление детали хорошие ложатся в свои посадочные места просто идеально что не может не радует для вас сначала подумал что они ложатся неправильно но оказалось что они ложатся с таким вот и нахлёстом да ну вот выглядит это вполне себе очень хорошо также отлика это все без облоза как положено далее у нас идут какие-то приборы какие-то бачки что за бачки сказать не могу и видимо вот этот кубик представляет собой радиостанцию это довольно таки упрощенная конструкция этого всего монтируется это все здесь вот в эту раму задней части и по логике вещей должно быть тоже видно из по фонаря да и дальше здесь у нас кардан который связывает органы управления самолетом с непосредственно плоскостями рабочими плоскостями это у нас элемент прицельного устройства данном такой вот непонятный языке гулины клеится непосредственно внутри рамы на его законное место вот таким вот образом насколько точно поместил не знаю но судя по всему вот так по-другому здесь быть не может отдельно здесь вклеивается стекло коллиматора ну или прицел так дальше у нас здесь имеются створки шасси костыля хвостовой части которые находятся они довольно таки простые просто вот повторяют рельеф так сказать объема фюзеляжа дается эта деталь изначально соединенный это уже просто разрезано для того чтобы показать их в открытом виде если модель у вас стоит на земле вот эта деталь у нас показывает трубку питок клеится на тоже отдельную деталью вот так снизу крыла и вот такой у нас простенький пилот даже сказал что он не просто простенький он просто ужасный страшный такие подобные фигурки пилотов были наверно в модели где-то восьмидесятых годов выпускавшись там заводами огонек и так далее также в наборе присутствуют патронные ящики которые устанавливаются опять-таки непосредственно в раму под самими пушками не вклеивал их я специально чтобы можно было прокрасить хорошенькой со всех сторон но вот единственное что конечно хотелось бы чтобы из этих ящиков шли ленты к самим пушкам ну их нет собирать я эту модель буду непосредственно из коробки также в наборе присутствует остекление остекление дано вот такими четырьмя деталями на этой половине рамки у нас даны детали для закрытого положения фонаря на этой половине у нас для открытого фонаря также здесь есть перегородка из бронированного стекла здесь у нас идет непосредственно сам коллиматор стекляшечка и коллиматора и стекла для бортовых огней качество остекления на первый взгляд неплохое довольно таки прозрачная все через них видно через эти стекляшечки единственное мне показалось что не совсем ровно отлиты так ну своего рода утяжены а на этом все ставьте лайки дизлайки пишите комментарии заходите в описании к этому выпуску в описании вы найдете ссылку на нашу группу вконтакте ссылку на донат что для нас очень важно сейчас также вы найдете ссылку на инстаграм всем удачи оставайтесь с нами до новых встреч